МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационная программа Наши новости начинает свою работу в эфире в студии Татьяны Диньер. Александр Лансков прямо сейчас о наиболее заметных темах выпуска. Шесть человек погибло, более тысячи жителей эвакуированы. В крае сохраняется режим ЧС в связи с паводком. Выпил, сел за руль, отдавая автомобиль. Когда ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде? Сильно неудобно. Организуют лесного-барнаульскую фан-зону на время чемпионата мира по футболу. Жертвами второй волны паводка на Алтае стали уже шесть человек. В Чемальском районе республики Алтай в реку упал грузовик, в котором ехали три человека. Выплыть удалось только водителю, двое пассажиров утонули. А в Черыжском районе на реке, по предварительной информации, перевернулась лодка с четырьмя пассажирами на борту. Тело одного уже извлечено из воды. Вода в реках Бия, Ану и Черыж поднимается быстро. Из подтопленных домов эвакуированы более полутора тысяч жителей края. Режим чрезвычайной ситуации введен в Бийском, Красногорском, Краснощоковском, Солонешинском и Черыжском районах. Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков провел селекторное совещание, касающееся ситуации в Алтайском крае. Ситуация действительно осложняется сильными дождями в горах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Черыжском районе и одном из микрорайонов Бийска. Там в школах организованы пункты временного пребывания жителей подтопленных домов, как заверяют в управлении МВД. По краю с 29 мая в районах ЧАЭС выставлены дополнительные наряды, задача которых не допустить фактов мародерства. Отметим также, что доступ автотранспорта на участке, размытой водой и затопленные дороги, перекрыты. Ну и нам удалось связаться по телефону с некоторыми жителями подтопленных районов. И вот что они рассказывают. Вот у нас Пусынка село есть. Туда вообще уехали все автобусы и вывезли 197 человек. То есть полностью топит вот это село. Мара Лиха тоже стоит на берегу, Черыжа тоже топит. То есть делаются все-все-все меры. И милиция, и пожарка, и в общем все автотранспортные предприятия, все работают вот на эти села. А вот что по обстановке здесь у нас Краснощеково. Ну знаете, вот мы проехали по селу, у нас сильно топит. Ну подошли они на огороды. А в дома подошли вот эти грунтовые воды, погреба, отполы. Вообще это очень страшно. Очень страшно. Она не просто текет, она, знаете, огромными волнами и все. Подтопление очень значительное. Вокруг течет река, да. Село Черыжское, да, и соседнее село Красный Продизан находится между гор. Но если так посмотреть, то от горы до горы как бы развилась река Черыж. То есть очень много домов подтоплены. Есть люди, которые на крыше располагаются, забрались, пережидают. Кто-то эвакуировался. На рафтах были спасатели. Но происходящее в Бийске спасатели уже сравнивают с 2006 годом, когда размыло десятки дорог, а бийчан приходилось в буквальном смысле снимать с крыш домов. По самым приблизительным подсчетам, 8 лет назад большая вода нанесла городу ущерб в 60 миллионов рублей, не считая расходы на спасательные работы. Наши бийские корреспонденты сравнили отметки водомерного поста 2006 и нынешнего годов. Напомним. 8 лет назад Бия в пределах города поднялась на 6 метров 20 сантиметров от нуля водомерного столба. На утро 30 мая уровень уже составил больше 5 метров. Жители распускают животных, поднимают имущество на чердаки. Несмотря на то, что вода зашла в дом, покидать жилища пострадавшие не собираются. Люди уже тонут. Потому что в избе, допустим, даже у меня взять по 61-й, допустим, у меня где-то уже сантиметров 15 воды в избе. Это каждый год. И нам никакой помощи нет, МЧС на ремонт. Ни от кого, ни от государства. МЧС ведет работу по оказанию помощи населения. Подготовлены места для временного размещения пострадавших в школе номер один и кадетской школе по улице Разина. Сейчас уже начался более интенсивный подъем воды. Пока есть время. Нужно посмотреть все-таки подворье, закрепить. Потому что будет полностью река идти по частному сектору Зеленого Клина. Если есть больные и сегодня скорая медицинская помощь, беременные женщины в зоне затопления, уже сейчас нужно размещаться в наших городских больницах. Есть инвалиды. То же самое. Чтобы не остались, будем говорить, в домах, которые будут подвержены подтоплению. По данным управления ГО и ЧС, на 12 часов 30 мая затоплено более 90 домов. Ведется эвакуация населения. К 13 часам уровень воды района Зеленый Клин достиг 520 сантиметров. И его рост продолжается. Ирина Капустинская, Андрей Сегаев. Наши новости. Россия, Казахстан и Белоруссия создадут единую транспортно-логистическую компанию. Об этом накануне заявил президент российских железных дорог Владимир Якунин. Возвращаясь из Астаны, с заседания Высшего Евразийского экономического совета, глава РЖД неожиданно прибыл на Алтай. Спасибо, Леонид Иванович, вам лично, руководству западно-сибирской дороги, за постоянное внимание железнодорожному транспорту, который функционирует в целом стране и в Алтайском крае в частности. У нас железнодорожники Алтая в авангарде инноваций, технологических. И что касается не только технических аспектов, но и дисциплины технологической, которая всегда на железнодорожном транспорте имеет особое значение. Поводом для визита стало решение о создании в Алтайском крае крупнейшего испытательного полигона железнодорожной техники. Документ подписан на Алтайской площадке в рамках Международной конференции железнодорожников. Владимир Якунин рассказал губернатору Александру Карлину о планах по развитию железнодорожной сети нового Евразийского союза, а также о перспективах совместной работы в этом направлении трех государств. Это событие стало для меня доступным, в том числе и благодаря оценке, которую президент Назарбаев, президент Путин и президент Лукашенко дают деятельности железнодорожного транспорта. Мы же сейчас подготовили документы по созданию объединенной транспортно-логистической компании. У нетрезвых водителей будут забирать автомобили. Госдума рассматривает варианты ужесточения наказания за езду в алкогольном опьянении. Лишать машины нарушителя ПДД предлагают в случае его повторного появления на дороге в нетрезвом виде. Пока это только законопроект, но принятие жестких мер обосновано резким ростом числа аварий, совершенных пьяными водителями, ранее уже лишенными прав. Офигеть! Россия! Барнаул в меня кидают камнями, то что я остановился и снимаю, как кладут асфальт. Поехали, поехали, он камнями кидается в машину. Укладку асфальта в дождь многие уже называют русской народной забавой. Автолюбители и просто неравнодушные люди снимают сие действия и выкладывают в интернет, чтобы привлечь внимание власти к проблеме. Похоже, понимая свою неправоту, асфальтоукладчики перешли в оборонительную позицию и начали бросать камни в объективы. На сегодняшний день фактов, чтобы на муниципальных объектах укладывали асфальт в дождь, у нас нет. Также ни звонков от жителей не мог бы ничего к этому поводу сказать. Но вообще-то, согласно всем правилам, вести работы в дождь нельзя. Так власти Барнаула комментировали подобную ситуацию год назад. Подтверждают информацию и сейчас. И говорят, укладка асфальта в дождь возле парка Орлики нашла вне муниципального контракта. Якобы заказчик – частное предприятие, которое делает парковку для автомобилей. Руководитель строительной организации пояснил, что в данном случае в мокрой укладке асфальта нет ничего страшного. Они уже сделали хорошую подушку, а сверху положат еще слой. А если будет брак, готовы переделать и даже принести извинения автору ролика. Другое видео житель Барнаула снял на загородной трассе. Маршрутный автобус малой вместимости с пассажирами на борту пытался выкинуть с дороги «Жигули». Противостояние длилось несколько минут, пока «Форд» не сломал боковое зеркало представителю отечественного автопрома. А после бросился в бега. Остановил хулигана автор съемки, который и выяснил, что причиной таких разборок стал неудачный обгон «Жигулями» автобуса. У первого не хватило мощи быстро совершить маневр. Появилась встречка. И он сдал назад. А водитель «Форда» решил, что его подрезали и начал мстить. Они решили этот вопрос на месте. То есть водитель «Форда» заплатил за разбитое зеркало. И у водителя «Жигулей», как я у него потом спросил, он говорит, я претензий теперь не имею. За поведением на дороге и за соблюдением всех правил дорожного движения с кутеристами будут пристально следить сотрудники ГИБДД в Барнауле. 30 и 31 мая они проведут профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей на двухколесных. Таких инспекторы ежедневно находят около 15. Целенаправленно проверить умение быть послушным участником движения. Назрело из-за статистики. В Краевой столице в этом году уже произошло больше 20 ДТП с участием вело- и мототранспорта. Один человек погиб. Галина Юмашева, Александр Анатропов. Наши новости. Семь алтайских школьников поймали на ЕГЭ по русскому языку с телефонами и шпаргалками. 29 мая на Алтае его сдавали свыше 11 тысяч выпускников. Как рассказали газете «Комсомольская правда» в Краевом управлении по образованию, экзамен начался вовремя, но для нескольких учеников завершился очень быстро. Шесть выпускников были удалены за то, что имели при себе мобильные телефоны. Среди них четыре школьника из Рубцовска, один выпускник из Славгорода и один из Табунского района. В Бийске у одной из экзаменующихся была обнаружена шпаргалка. Девушку также удалили с экзамена. Дальнейшая судьба нарушителей теперь зависит от заключения комиссии по служебному расследованию подобных случаев и решения государственной экзаменационной комиссии. Ну а те, кто смог сдать экзамен, узнают свои результаты 11 июня. Развитие отечественного фармпроизводства тормозит недобросовестная конкуренция и вал фальсифицированных лекарств. Эта тема сегодня стала центральной в Бийске на собрании производителя Алтайского биофармацевтического кластера. Законопроект, который позволит свести на нет влияние негативных факторов и ужесточит наказание за производство фальсификата, в июне будет рассмотрен в Госдуме. Один из его авторов, депутат Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, сегодня выступил на собрании. В Алтайском крае начнут выпускать новый эксклюзивный продукт для питания детей от года. Поставить на конвейер ягодные морсы из творожной сыворотки готовится на заводе «Модест». При поддержке краевых властей это предприятие обновило линию розлива и фасовки питания. Производительность выросла в два раза. Чтобы проверить качество и организацию труда, губернатор Алтайского края Александр Карлин посетил производственные площадки «Модеста». Глава региона отметил высокое качество продуктов и доступные цены на них. Аналогичные товары на полках, например, московских магазинов стоят намного дороже. Напомним, в Алтайском крае утверждена программа по развитию индустрии детских товаров на 2013-2015 годы. В ее основе модернизация и расширение производства, инновационные обновления предприятий и разработка новых продуктов. Мы через развитие производства высококачественных товаров для детей, мы способствуем решению в том числе демографических проблем в Алтайском крае, мы способствуем решению задачи укрепления детского здоровья, вообще воспитания поколения здоровых, интеллектуально развитых детей. Далее о спорте. Поздравляем каратистку стиля Кокюшинкай Катерину Фурсову. Она пробилась в финал чемпионата страны. В Новосибирске ей удалось выиграть чемпионат округа в так называемой абсолютной весовой категории. А выходец с Алтая Виктор Горлов награжден бронзовой медалью UEFA в номинации за лучший проект в области массового футбола. Наш принцип – вода должна оставаться нетронутой. Мы аккуратно берем ее из природы и придаем ей нужную форму. Карачинская. 40 лет делимся лучшим. Спонсор рубрики – компания «Карачинский источник», производитель природной минеральной воды Карачинской и напитков на ее основе. Так вот, президент детской футбольной лиги России получил приз от UEFA за организацию, конечно же, международного фестиваля «Лакобол», который в нынешнем году проводится в восьмой раз, ну и на Алтае в том числе. «Я воспринимаю эту награду как коллективную», – сказал наш земляк Виктор Горлов. РФС согласовал с игроками сборной России систему премирования за достигнутые на чемпионате мира результаты. Что самое неинтересное, суммы премиальных никто нам не скажет, конечно же. Ранее стало известно о том, что РФС полностью рассчитался с футболистами национальной команды за выход на бразильский Мундиаль, а то долги были. Матчи сборной России едва ли смогут показать в Барнауле на экранах специально организованной фан-зоны, как это было в случае с европейским первенством двухгодичной давности. Игры-то в Бразилии начинаются в 5 утра, в 3 часа ночи, и лишь одна против Бельгии в удобной для Сибири 11 вечера. Каковы шансы сборной России на групповом этапе, где выступят с нами также команды Кореи и Алжира, мы спросили у последнего, кто был на чемпионатах мира в составе россиян-футболистов 12 лет назад аж. Барнаульца Алексея Смертина, игрока сборной 2002, а впоследствии капитана. Бельгия славится своей командой, своим поколением сильным, там, наверное, со времен Шифа. Вот помните, не было такой сильной сборной, но это ни о чем не говорит, поверьте мне, потому что все определяет командные действия. Они соберутся, то есть они в клубах индивидуально все сильны, востребованы, звезды. Но попробуй организуй команду. У меня коллега специально купил большой телевизор под чемпионат мира, а вы готовы к футбольному лету? Юра, у нас еще есть две недели на подготовку, время пошло. Что ж, такой была информационная картина этой пятницы глазами наших корреспондентов. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вечер добрый. Губернаторские выборы в крае все ближе, напомню, это 14 сентября. Ну и вполне закономерно, что связанные с ними вопросы активно появляются в общественной повестке дня. И это ведь еще до официального движения кандидатов. О чем же речь? Кажется, о процедурных, но на самом деле важных моментах. Вот поговорим. Ну а сначала, как обычно, о том, что мы узнали на уже уходящей неделе. Последние недели весны, если что. В тройку победителей единороссовских праймерис по выборам губернатора вошли глава региона Александр Карлин, депутат Государственной думы Николай Герасименко и ректор ЛДГТУ Александр Ситников. В январе-апреле в Алтайском крае родились 10 425 человек. Это на 88 младенцев больше, чем за аналогичный период 2013 года, сообщают в Алтай-Крайстате. За это же время умерло 11 797 человек, что на 250 человек больше, чем год назад. В этом году бийский сахарный завод вновь не откроется. Об этом сообщил директор предприятия. В апреле налоговая инспекция по Алтайскому краю подала иск о банкротстве завода. Главной теме. Вот в мае оппозиция пыталась дать, что называется, арьергардный бой. По важнейшему, вроде как для нее вопрос, а так называемый муниципальный фильтр, то есть о его снижении. Ибо, как считают, например, местные представители КПРФ «Справедливая Россия», фильтр слишком велик в самом настоящем виде, он делает усилия оппозиционных кандидатов чуть ли не бессмысленными. Начиная с ноября прошлого года и вплоть до мая нынешнего, КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР на сессиях АКЗС неоднократно пытались добиться снижения количества голосов муниципальных депутатов, которые необходимо получить для участия в губернаторских выборах. Поддержки среди большинства депутатов эти инициативы не находили. Сейчас муниципальный фильтр составляет 7%. Чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернаторы, нужно собрать подписи 530 муниципальных депутатов. Ну, собственно, мне кажется, что судьбоносность вопроса о муниципальном фильтре оппозиция превеличена. Давайте зададимся вопросом. Не есть ли активное будирование этого вопроса своего рода маневр прикрытия? Мол, мы бы всех одолели, мол, народ-то за нас только не пущают. А может быть, стоило бы возоботься реальными кандидатами реальной программы? Особенно КПРФ касается. Вот никак коммунисты не могут определиться с окончательной кандидатурой претендента на губернаторство. А те претенденты, которые названы, ведут себя довольно своеобразно. Один из возможных кандидатов от КПРФ Сергей Юрченко выступил с обещанием бойкотировать выборы. Это заявление, являющееся личной точкой зрения Юрченко, вызвало негативную реакцию со стороны многих коммунистов края и сторонников партии. Ну, да и правда, странное заявление. Хорош кандидат на выборы, сами эти выборы отрицающие. С другой стороны, такие заявления, такие настроения КПРФ могут быть объяснены отсутствием реальной поддержки на уровне местных собраний. А почему такой поддержки нет? Ну, народ поддержит КПРФ, а депутатов-то у нее нет. А все потому, что кампании по выборам муниципальных депутатов, которые проводятся в крае регулярно, КПРФ игнорирует. Ну, или проигрывает тоже из-за игнорирования. Вот и не на кого опереться. Простая статистика сейчас будет, которая ясно доказывает снижение до 5%, о чем так ратует оппозиция. Эта оппозиция не даст, собственно, ничего. При уменьшении фильтра до 5% нужно будет набрать подписи 378 депутатов. Ни у одной из оппозиционных нет стольких депутатов в местных собраниях. Даже у справедливой России, у которой 232 муниципальных мандата, это больше, чем у КПРФ и ЛДПР вместе взятых. У «Единой России» их около 3000. А реплика сегодня звучит так. Вопрос о величине муниципального фильтра может быть и важен, но явно не первостепенен. И в любом случае, теперь с этим все ясно. Поэтому оппозиции, мне кажется, следует включаться в губернаторскую гонку с более реальной проблематикой. Выбирай тактику-то повыигрышнее, нежели сетовать на неуступчивость единороссов. Иначе смысла и правда не будет. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На улицах все больше параллельно движущихся динамических систем. Переходите дорогу на зеленый и очень сосредоточенно. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Вечерний Барнаул отдает дань памяти гениальному барнаульскому художнику Юрию Иванову, которого не стало 21 мая. Тем, кто видел работы Юрия Иванова, не забыть их никогда. Настолько они экспрессивны, выполнены с любовью к людям, с тонким юмором. Однажды во время одной из поездок в Германию художнику предложили остаться там навсегда. Он не смог, сославшись на возраст. Когда человек отсюда, из Сибири, он может уехать, пока молодой, произнес Юрий Алексеевич. Потом сложно, ведь там или здесь ты рождаешься не случайно. Тем самым тебе дается именно эта вера, именно эта земля, именно эта любовь. Да, закономерность – это необъяснимо. А потому и нечего с этим экспериментировать. Накануне Дня защиты детей аргументы и факты Алтая сразу несколько материалов посвящают детям. Один из них – об экспертизе информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей. В Алтайском крае аккредитовано три таких эксперта. Одна из них, Юлия Атимаскина, говорит. Сегодня стало ясно, что многое из того, что потребляют наши дети из информационного поля, ведет к духовному растлению. К сожалению, в стране уже целое поколение родителей выросло на западных мультфильмах, на западных журналах, на западных ценностях. Переубедить их в том, что это несет вред, уже сложно. Подвижным детям советские мультфильмы кажутся затяжными. Там не меняющееся действие, а переживание, мысли и разговоры героев. Но по нравственному воздействию им равных нет. И еще одним вопросом задается корреспондент АИФ Елена Николаева. Что опаснее для ребенка – влияние улицы или затворничество дома? Интернет вытесняет прятки. Порой ребенка на улицу не выгонишь. Современные дети воспитываются в основном в окружении взрослых людей, рассуждает педагог-психолог Мария Ретих. Исчезновение дворовой игры как культурного феномена привело к тому, что дети стали испытывать затруднения в усвоении системных моральных норм и нравственных принципов. Конец цитаты. Двор – это необходимо. Это свобода от домашних стен, родительского пригляда, зона детской независимости от взрослых, свои правила, свои авторитеты, свои секреты. Игры, которые больше, чем развлечения. Симпатии, из которых вырастает дружба, порой на всю жизнь. И на десерт не самая сладкая статья московского комсомольца о взрослых проблемах. Корреспондент МК побывал в отделении неотложной наркологической помощи, куда привозят пациентов с белой горячкой. Вы заметили, что почти все собеседники, говоря за пояс, ссылаются на стресс, замечает психолог отделения Татьяна Нартова. Было плохо, захотел поднять настроение. Это самообман. Человек чувствует свою вину, понимает, что он делает что-то не так и таким образом оправдывает себя. Причина алкоголизма намного глубже, чем плохое настроение. Но не всем хочется заниматься самоанализом и разбираться в проблемах. Какие проблемы в реконструктивный период, как сказал бы Ильф. Я желаю вам провести уикенд безо всякого психоанализа. Увидимся в среду уже летом. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова